ПЕСНЯ Бенефис. Трагикомедия в двух действиях. Действующие лица. Ольга Степанова. Актриса. Вячеслав Степанович. Первый муж. Актер. Алексей Степанович. Второй муж. Режиссер. И Петр Степанович. Третий муж. Директор театра. Действие первое. Картина первая. Большая общая грим-уборная. Слева женская половина, справа мужская. Посередине длинная вешалка для театральных костюмов. Спектакль закончен. Занятые в нем актеры давно переоделись и разошлись по домам. На столиках обычный рабочий беспорядок. Костюмы разбросаны. В мужской половине сидят двое. Алексей Степанович. Режиссер. И Вячеслав Степанович. Актер. Кого-то ждут. Алексей. Захватил. Вячеслав. Ну, ясное дело. Алексей. Доставай. А то сидим тут. Вячеслав. Придет. Достану. Алексей. Зажал. Ладно. У меня тоже есть. Вынимает плоскую бутылочку. Будешь, Вячеслав. Ты забыл. У меня диабет. Алексей. У меня тоже. Не будешь. Вячеслав. А, черт с ним. Немножко можно. Алексей. Вот речь не мальчика, но мужа. Вячеслав. Стакана нет. Оглядывает помещение. Алексей. Деревня. Дверцу открой. Все гримёрки в мире одинаковы. Вячеслав открывает дверку гримировального столика. Гений. Тут на все случаи жизни. Выставляет разнокалиберную посуду. Ну, в том числе пустые бутылки. Ух ты. Смотри. Артисты бедные. Только коньяк и текилу пьют. Выбирайте стаканы, ваше высочество. Открывается дверь. Заходит Ольга. Ой, мальчики-зайчики мои. Не соскучились? Как добрались? Вон в том столике посуда получше. Как добрались, спрашиваю. Привет. Чмокает в щёчку одного. Чего молчим? Привет. Чмокает другого. Вячеслав. Ничего не молчим. Просто рады тебя видеть. Алексей. Доехали. Хорошо. Я доехал. Хорошо. Вячеслав. Я тоже добрался. Ольга. Четы это у тебя? О, морщин сколько. Ты, любимый первый муж. Почему не следишь за собой? Ты уже мне актёр. Вячеслав. Зато ты для умирающей выглядишь просто потрясающе. Ольга. Ах! Не бери в голову. Мне кто-нибудь нальёт? Или так и будем меня разглядывать на сухую? Ольгу. Алексей раздаёт стаканы, наливает. За что пить будем? Вячеслав. Чё ты спрашиваешь? За Ольгу. Ольга. Не, давайте за вас. Я очень рада, что вы приехали. Алексей. Ага. Попробуй не приехать, когда в телеграмме состояние крайне тяжёлое, жить осталось считанные часы. Это ты так пошутить решила? Ольга. Ольга. Это я тебя, дурака, повидать захотела. Вячеславу. И тебя, конечно. Ну, за вас, мальчики. Пьёт. Все выпивают. Всё. Теперь марш. Мне переодеться надо. Петя скоро придёт. У него сидят дамы комитетские. Ужасно важные. И ужасно тупые. Кивают, умные лица делают. Слова говорят, а сами... Интересно, в каком питомнике выращивают этих комитетских деятелей? Они же в театре смыслят столько же, сколько я в заклинании Кобр. Он их выпроводит и сюда. Прошу удалиться. Начинает переодеваться, не дожидаясь, пока мужчины выйдут. Никто никуда не выходит. Алексей и Вячеслав сдвигают костюмы на вешалке и усаживаются за ними. Я кому сказала? Бегом в коридор. Алексей, да ладно тебе, можно подумать. Ольга, что ты не видел меня раздетую? Видел. Продолжает переодеваться. И я тебя тоже видела. И его тоже видела. И честно вам скажу, зрелище не для эстетов. Шварценеггеры вы мои сушеные. Вячеслав, ты зачем нас вызвала? Чтобы оскорблять? Ольга. Ой, простите, позабыла я, что натура ваша чувствительная не выносит житейской пошлости. Ладушки, сидите, смотрите, если не противно. Сами виноваты. Алексей, да не смотрим мы. Ольга, ага. Я тебя в зеркале вижу. А ты, значит, меня нет. Алексей, да Слава, действительно, пойдем покурим. Ольга, закончив переодевание. Опля! Делает фортель. Прошу любить и жаловать. Застуженная артистка Ольга Степанова поет советский цирк. Эх, он самый цирковый из цирков. Оф, фу! Ах, ладно. Налей еще чуток. Вячеслав. Господи, вот как была девчушкой хохотушкой в заднице юла, так и осталось. Уймись! Тебе ведь уже, Ольга, об этом ни слова. Кругом враги подслушивают. Главному донесут. Он меня не даст принцессу играть. И со всех молодых ролей поснимает. Он у нас такой страшный жверь. Алексей, а почему ты какая-то слишком уж веселая? Ольга, а тебе что, не нравится? Алексей, нет, не то чтобы не нравится. А как-то телеграммы нам отправила дурацкие. Ольга. Нет, Лешечка, телеграммы не дурацкие. Я потом вам все расскажу. А сейчас я просто ужасно рада, что вы приехали. Впрочем, это я уже говорила. Вячеслав, слушай, ты можешь просто без выпендрежа объяснить, зачем мы тебе понадобились? Ольга, знаешь, я сама себя об этом спрашиваю. Вот как увидела вас, вот так и спрашиваю. Вы мне нужны. Именно сегодня вы мне очень нужны. Если бы вы только знали, как мне хреново жить не хочется. Мне не хочется жить. Я позвала вас, чтобы вы помогли мне. Алексей, интересно, чем это мы можем помочь? Ольга, я пока не знаю. Но вы мне нужны именно для этого. Кстати, мужья, а где подарки? Вы что, без подарков явились? Ну-у-у-у-у-у-у. Вячеслав хлопает себя по лбу. Йоханый бабай, у тебя день рождения? Ах ты, ехидна! Ольга, конечно! Ах, вы забыли! Алексей, почему забыли? Хотя, да, забыли. Ну, ведь столько лет прошло. Вячеслав, постой! А у тебя разве не зимой? Ольга, не зимой. Вячеслав, да, да, извини, но телеграмма. Я не думал. Ольга, я знаю. Тебе это не свойственно. Вячеслав, ну чего ты? Алексей, да слава! Лопухнулись мы с тобой. Это рок какой-то. Ольга, нет. Это не у вас рок. Это у меня рок. Надо мной висит рок-однообразие. Все мои мужья по отчеству Степановичи, при том, что я Степанова. Это раз. Почти все роли третьего плана и эпизоды мои — это два. Во всех бенефисах всех наших премьеров и премьерш я всегда была только на подхвате. Это три. Вячеслав, не клевещи на себя несчастная. Такую карьеру сделала. Ольга, какую карьеру? Вячеслав, тоже мне рок-однообразие. Первый муж актер. Второй муж уже режиссер. Третий муж вообще директор театра. Ольга, ах, это я от скуки. Виновата я, я. Скучно стало мне с тобою, Славочка. Вот я и подалась к Лешеньке. А когда с ним стало скучно, Петрушу себе взяла. А все пчаму? Алексей, да, почему? Что-то я не припомню, чтоб ты скучала. Ольга, золотой ты мой. Не ты мне скучен стал. Играть я хотела. А что я играла, помнишь? Поросят, кикимор, служанок кошечек, баб колхозных. Но зато чуть кто заболеет, или выбыл по какой другой причине, И я, как назло, оказываюсь под рукой. Меня волокли в гримерку, одевали, мазали гримом, давали указания, И я тут же вылезала на сцену, не успев запомнить даже первые строки. Я потела, пыхтела, импровизировала, несла какую-то чушь вместо текста, Безбожно путала мизансцены, теряла килограммы, Тряслась от страха, но спасала спектакль. И ни разу, прошу обратить особое внимание, Ни разу больше не играла эту роль. Каждый раз мне объявляли благодарность, Которая была мне так нужна, так нужна, Что просто спать без нее было невозможно. И каждый раз выяснялось, что да, я незаменимая, Спасибо мне от лица и по поручению. Но у меня слишком большая нагрузка, Чтобы еще и эту роль я могла играть хотя бы в очередь. Через раз. Тем более, что текст роли, я сказала, Очень приблизительно, мягко говоря. А подробно прорепетировать нет времени. Ужас и катастрофа, но времени нет. Вот так. Помню, одна ведущая арцистка Разорилась аж на бутылку коньяка. Она, видите ли, забыла, что сегодня суббота. И спектакль начинается не в семь, А в шесть явилась в театр, Когда я уже отыграла за нее первый акт. Самое смешное, что во втором акте на сцену вышла уже она. Правда, постаралась загримироваться под меня. Выходит со сцены за кулисы партнер, Показывать на Вячеслава. О, вот этот вот. С которым мы только что в первом акте играли огромную парную сцену. Видит меня, страшно удивляется и говорит, О, а ты откуда здесь? Ты же не занята? Помнишь, Славочка? Вячеслав, чего помнишь? Ольга, как ты не узнал меня на сцене? Вячеслав, как это я? Тебя не узнал на сцене? Да быть не может. Ольга, да. Ты меня на сцене не узнал. Вячеслав, не помню. Ольга, спасибо. Вячеслав, да пожалуйста. Ольга, ладно, посидите тут без меня, Я схожу, узнаю, где там наш сеньор-диритория болтается. Целую нежно. Не скучайте. Уходит. Вячеслав, вслед ей. Зачем ходить? Позвонить нельзя, что ли? Вынимает мобильный телефон. Смотрит на экран. О, ух ты. Нельзя. Сети нет. Алексей, да ты на стены-то посмотри. Метра полтора толщины, если не больше. Здание-то старинное. Кажется, здесь когда-то казармы были. Вячеслав, не казармы. Манеж. Алексей, после паузы. Слушай, ты что-нибудь понимаешь? Вячеслав, а ты? Алексей, она, как всегда, в своем репертуаре чокнутая. Вячеслав, я бы вам, господин режиссер, не советовал. Алексей, неожиданно резко. Помолчал бы ты лучше, господин артист высшей категории. Ты мне сколько премьер запорол, а? Все? Ты все, все, что мог, мне запорол. Вячеслав, а вот, вот, что ты с полоборота заводишься? Вот что я такого сказал, что ты заводишься? Алексей, после паузы. Да, ну тебя. Ты уже мне любимый муж. Вячеслав, успокойся ты. Я такой же, как и ты, бывший. Если помнишь, она меня ради тебя бросила. Вернее, я ее бросил. Точнее, попросил удалиться, когда про ваши шашни узнал. Алексей, дурак ты! Какие шашни? Вячеслав, а-а-а-а! Ты, значит, забыл, какие? Прямо на сцене? На глазах у всех крутил? Алексей, повторяю. Дурак ты, причем не лечишься. Хотя тебе уже поздно. Вячеслав, а по морде хочешь? Алексей, а давай. Посмотрим, какой ты мачо. Встает в позу карате. Вячеслав, ой, да мы крутые! Снимает пиджак. Тебе какую руку не жалко? Алексей, давай, давай. Кружатся, примериваясь для атаки. Открывается дверь. Входит Петр Степанович. Петр, о, правильно, разминка, хорошо. Привет, петухи! Алексей, сам ты петух. Привет, не обижайся. Пожимают руки Петр. И не думай обижаться. Слава, наши вам с кисточкой. Пожимают руки. Вячеслав, ты, как всегда, вовремя. Еще секунда, и я бы этого сделал. Петр, у вас, я вижу, тут высокоинтеллектуальный диспут. Тема какая? Импровизация в актерском творчестве и в жизни. Молодцы! Ладно, молодцы, что приехали. Молодцы! Тискает их обоих. Курочка наша где, Алексей? Так она ж тебя пошла искать. Петр. А-а-а! Ладно, сколько мы не виделись. Лет пять назад, кажется, с тобой на фестивале пересекались. Вячеславу. А ты у нас примерно тогда же с гастролями был. Вячеслав. Что-то? До утра должна, что ли? Петр, ничего, ничего. Это с моего разрешения. Это свои. Уборщица. А? Все равно. Выходьте. Я протру тута. Потом зайдете. Петр, вы, наверное, недавно. А кто вас на работу принимал? Мишка? А, Михаил Павлович? Уборщица. Кто надо, тот и принимал. Я тута уже давно, третий день тута, сегодня. Выходьте, давайте. Некогда мне тута с вами. Быстро давайте. А то сами тута убирать будете. Бутылок понаставили, бумажек набросали. Тьфу, интеллигенты, что ли? А еще артисты называются. Петр, как вас зовут, дама? Уборщица. Какая я тебе дама? Сейчас веником получишь за даму. Серафима я, Петровная. Все, марш в колидор. Живенько. Давайте, живенько. Петр, вы, Серафима Петровна, у нас новенькая. Так что, уборщица, я тебе что? Не ясно сказала? Марш в колидор. Петр. Ух ты, командир. Я, между прочим, директор. Уборщица. Ты, дилектор. Сматривается. Не похож что-то на дилектора. Он что, правда, дилектор? Алексей. Директор. Вячеслав. У-у-у-у. Еще какой директор. Уборщица. Ой. А я тебе, то есть вас, это, веником. Ну, ты уж не обижайся, Петр. Вы убирайте, убирайте. Мы выйдем, покурим. Пошли. Вячеслав, угостишь? Покурим. У меня кончились. Алексей. Они у тебя когда-нибудь бывали? Стрелок. Вячеслав. Да иди ты. Петр. Угощу, угощу. Пошли. А то тут, видишь, грозная матушка Серафима сегодня командует. Еще окатит из ведра водой. Уборщица. Окачу. Еще потолчетесь оттуда. И окачу. Алексей. Ну, пошли, пошли, мужики. Пошли, а то правда окатит. Выходят. Уборщица снимает халат, парик. Из ведра вынимает тряпку, шампанское, коньяк. Переодевается, садится за столик, быстро снимает грим. Превращается в Ольгу. Открывается дверь. Заглядывает Петр. Петр. Ну, сколько мо... Видит Ольгу. Можно убирать. А где... Ольга кто? Петр. Ты откуда взялась? Ольга, приложив палец к губам, никому не говори. Оттуда. Петр. Ну, слушай, кончай разыгрывать. Серафима Петровна ушла, что ли? Ольга, ушла, ушла. Че ты в дверях-то? Заходи. Заходите. А то соскучились там, наверное. Петр и остальные входят. Вид у них растерянный. Шо? Трое из ларца в одинаковость лица. Сколько вас ждать можно? Где вы шляетесь? Экскурсия по храму искусства? Или вы без меня решили того? Негодяи. Вячеслав. Да мы за дверью тут в коридоре курили. Петя угостил. Ольга. Ой, врешь, мужчинка. Как же я вас не видела, а? Петюша, ты куда их водил? Признавайся. Алексей внимательно всматривается в нее. Потом начинает... Вячеслав. Вячеслав. Ты чего, Алексей? Верю. Вячеслав. Я не понял. Алексей. Петя. Слава. Мы же ее не узнали. Ты что? Вячеслав Типанович. С тебя коньяк. Вячеслав. Какой коньяк? Мы что, спорили? Алексей. Доставай. Ты же захватил, сам признался. Доставай. Петр. Я, братцы, ничего не понимаю. Вижу, вы здесь уже начали развлекаться. Давайте пойдем к нам нормально, посидим по-людски, посидим, отметим. А хотите в ресторан? Тут рядом. Да сто метров пройти. Вы отдохнуть-то успели с дороги? Надолго приехали? Ольга. Они навсегда приехали. Петр. Ну ладно тебе шутки шутить. Лучшие люди, можно сказать, к нам пожаловали. Гордость русского театра. Между прочим, твои... Ну, сама знаешь кто? Ольга. Знаю. Потому их и позвала. Петр. Оленька, родная моя, я понимаю, тебе весело, у тебя день рождения. Но давай не здесь. Дома будем шутить, развлекаться, разнообразно. Господа, прошу всех к нам. Пошли. Ольга, куда пошли? Петр. К нам. К нам домой. Я так понимаю, что ресторан никого не заинтересовал. Я заказ сделаю. Пока приедем. Уже все доставят. Ольга. Петюшенька, не надо никуда ходить. Ты же сам все время говоришь, театр наш дом родной. Так что мы дома выпить, что у нас имеется, закусить хлеба полно. Но салат исходящий я у тети Аси попросила вон на подоконнике в тазике. Салат она просто феерический делает. А больше нам ничего не нужно. Правда, любовь моя. Вода в кране, хлеб и вода. Это мне не страшно. Я могу питаться одним хлебом. Когда я просила большего? И разве плохо пить воду, если она чиста? В хлебе нет для меня скорби. И в воде нет горести. Алексей. Да вы, мадам, просто святая. Ольга. Иоанна. Петр. Он ничего не понял. Ну, как хочешь. Сейчас схожу, охрану предупрежу, что мы тут. Ольга, ты и я уже предупредила. Они домой пошли, и театр закрыли. Петр. Как это закрыли? Ольга. Как всегда, на ключ. Петр хлопает себя по лбу. А-а-а. Я понял. Это была ты. Это была она. С тряпкой. Я узнал. Ну, артистка. Ольга. Петечка, я тебя обожаю. Да гадливый ты мой. Целует его в щечку. Я именно артистка. Петр. А как же мы? Ольга. А что мы, Петр? Домой мы как пойдем? Ольга. Лично мне здесь очень нравится. Мы здесь отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все наше зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир. И наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Мы отдохнем. Обнимает его. Мы отдохнем. У тебя в кабинете есть два дивана. Кто захочет спать, может устроиться на них. Петр. Так, давайте все в кабинет. Ангелов и там можно послушать и отдохнуть. Как, согласны? Алексей. Мне все равно, можно в кабинет. Вячеслав. Нет, не люблю официоза. У тебя там, наверное, евроремонт, лампы белого света. Терпеть не могу. Здесь уютнее. Здесь я дома. Я за то, чтобы здесь, Ольга. Я тоже за здесь. О, нас уже двое. Пятьдесят на пятьдесят. Нет, мое слово сегодня весит вдвое больше. В честь дня рождения. Значит, трое против двух. Остаемся здесь. Алеша, наливай. Слава, Петя, трон принесите. Хочу сидеть, как королева. Петр. А он где, в кармане? Ольга. Сразу слева. Петр и Вячеслав выходят. Алексей. Фу, столбы застелить чем-то-нибудь, Ольга. Умница. Сейчас сообразим. Ищет скатерть. Находит кусок бархатной кулисы. О, смотри. Это у нас в Шекспире была кулиса. Играет с ней мое лицо, покрыто маской ночи. Иначе б ты увидел, как оно зарделось от стыда за те слова, признания, Что ты сейчас подслушал. Желала б я приличье соблюсти. Желала бы. Желала бы отречься от слов своих. Но прочь такая ложь. Ты любишь ли меня? Вперед. Вперед я знаю, что скажешь «да». И слово твоего довольна мне, Алексей. Да. Ольга после паузы. По-моему, отлично подойдет. Разворачивают кулису. Алексей. Да, да, да. Подожди, подожди. Я помогу. Застилают стол вместе. Ольга. Лешенька, ты только не думай. Я из ума не выжила. Наоборот, я сегодня как никогда хорошо соображаю. Ну, просто, понимаешь, обстоятельства такие, что хочется... Ты сама не знаю, чего хочется, но такого, чтобы было не как всегда. А, кстати, на подоконнике цветы в банке. Поставь сюда, пожалуйста. Алексей приносит большую банку с цветами, оставшимися после спектакля. Вдвоем готовят стол. Алексей, красивые какие, только немного подвяли. Ольга, ничего, а что цветы подвяли. Главное, чтобы жизнь удалась. У тебя удалась, Алексей? Ой, не спрашивай глупости. Ты же знаешь прекрасно. У меня как у всех. Ольга, неправду говорить, изволите, сударь. Я слышал, а тебе театр дали. Алексей, театр? Подвал. Там еще год ремонт надо, перепланировку делать надо. А денег, как всегда, нет. Ольга, а ты розочки своей или как там ее, нюшечки, не купил бы квартиру очередную или шубу писцовую, или джип? Вот и были бы денежки на ремонт, Алексей. Чего ты привязываешься с какой-то нюшенькой? Нет у меня никого и не было. Вернее, были, но все это так, мимолетное. Ольга, ой, 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 ой. Еще скажи, что лишь обо мне думал каждый день все эти годы. Алексей, а вот можешь мне не верить, но думал. Чесаться перестал, а думать начал. Ольга, о, не было бы счастья, Петр и Вячеслав вносят сказочный трон из детского спектакля. Петр, куда его? Ольга, сюда, сюда, с торца ставьте. Вячеслав, у нас тоже трон есть, устанавливают. Но полегше, это просто каменный, что ли? Ольга, а ты думал? Сказка норвежская про троллей. Трон у их царя какой должен быть? Правильно, каменный. Вячеслав, Петя, 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 угости меня, пожалуйста, сигареткой. Ой, честное слово, кончились, Петр. Пойдем, пойдем, покурим. Хотя, постой. Я сейчас сигнализацию отключу, здесь курить будем. Только форточку надо открыть, Ольга. Я уже. Алексей, что уже? Ольга, Петя, я ее давно отключила. Охрану попросила, они чем-то там щелкнули. Курите, мальчишки. Свободно здесь окурите. Хотя, нет, подождите. Лучше все-таки в коридоре, а то здесь топор скоро можно будет вешать. Знаешь, Петя, чего? Дай-ка мне тоже сигаретку. Покурю с вами за компанию один раз в пять лет. Можно ведь, па? Петруша. Петр нежно прижимает ее к себе, чмокает в маковку. Пошли. Все выходят в коридор. Темнота. Патри нежно прижимает ее к functioning. Субтитры создавал DimaTorzok